Юрий Беликов, капитан команды «Регион Сталь». Юр, первый вопрос, что случилось? Насколько серьезная травма в начале матча получил? Расскажи про это. Да что случилось? Сыграл головой, но как-то вверху столкнулись, я не знаю, что-то защемило, так что вперед не согнуться. И понял, что уже думал, еще была надежда, думал, минут 10-15 пройдет. Вообще вперед не согнуться, не знаю, в травму поеду, что-то защемило спину. Ну, здоровья, конечно, прежде всего хочется пожелать. Ну, вот насколько в целом, наверное, что скажешь по матчу, хорошо начали, повели как раз твой гол. Что случилось потом? Согласишься со мной или нет? Ну, ладно, потом будет следующий вопрос. Ну, опять же, спасибо сопернику за игру. Что случилось? Ну, команда у нас строится, да, то есть молодая, но относительно возраста самой команды в Суперлии. Команда строится, есть некое недопонимание, и пока что мы только вкатываемся, у нас только появился тренировочный процесс, и я очень надеюсь, что в дальнейшем будем только развиваться. Ну, пропал как-то, я не знаю, как-то сковано. Все такие хорошие мастера на самом-то деле, но нету какого-то характера, что ли. У пацанов есть, нету сегодня, почему-то его не было. Когда надо было, просто взять, разозлиться, в прессинг где-то может повыше сыграть. И куда-то, где не надо, мы торопимся, спешим, бежим куда-то, когда уже соперник осел на своей половине поля. А где это надо, мы замедляем атаки. Ну, есть над чем работать. Не считаю, что мы были хуже, но при этом считаю, что соперник по делу победил. Скажи, пожалуйста, согласишься со мной или нет? Ну, вот сегодня, сколько получается было, 15 полевых, да, еще Алекс приехал по ходу матча. Может быть, даже это пошло во вред, у Гоги, ну, просто так разбегались глаза, не знал, кого упасить. Я не скажу, что прямо он поплыл, но, может быть, даже не стоило столько игроков вызывать на матч. При этом вы не с семерками менялись, а вот так точно. Ну, тут, да, это, наверное, больше Гоги вопрос, почему так. Я думаю, что Гога, хоть он такой относительно опытный наставник в плане того, что резерв тренировал, да, но сейчас для него новая команда, игроки, я считаю, что, наверное, уровня выше того резерва, потому что он сам радуется, что подбора игроков у него никогда такого и не было. Он не знает, кого выпустить, а один мастер на другом, да. И еще при этом кого-то не вызывает. Да, еще при этом надо кого-то не обидеть, не вызвать на игру. Но он тоже набирается сейчас опыта, он тоже привыкает где-то к команде, он тоже что-то пытается наработать, да, понятно, у него там эмоции и все за него говорит. Но всему свое время, дайте время ему адаптироваться и команде. Я думаю, что все будет нормально, рисунок игры будет, моменты самое главное есть. Осталось только подтянуть реализацию. Спасибо, Юра, здоровье. Давай, надеюсь, с травмой не серьезной. Максим Скрябин, 19-й район, Макс, ну, поздравляю с победой, твои комментарии, эмоции. Спасибо Гоге за игру. Тяжелая игра. Но я сразу сказал перед игрой, что мы выиграем. Я ехал сюда за результатом, за победой, да. Я, честно, ну, просто Гога на интервью не подошел. Мы здесь поджали руки и я сказал, что я его выиграю. Он тоже удивился. Ну, был настрой такой. На самом деле, наверное, большой поклон Субе. Он вытащил, ну, сегодня, наверное, все, что можно. Что касаемо игры, ну, такие качели. У нас тоже было много моментов, где мы обрезали и могли забивать. Ну, и ребята, ну, там очень много вытащил Суба. Там бесспорно. Наверное, по-честному, ну, по-честному, регион смотрелся посильнее, чем мы. Но у них и скамейка была побольше. Опять же, да, работа над ошибками ты сделал. И в плане количества, и в плане качества сегодня такие точечные замены уже не было. Ну, понятно, все поиграли, но в целом ты уже, наверное, проанализировал прошлый год. Да, конечно, потому что с той же игрой с Рассионом это была моя ошибка, когда я там выпустил при 3-1 сразу 5 человек. Поэтому, конечно, работа над ошибками сделана. И сегодня было точно. Единственное, там была неподготовленная замена, когда Бондарь вышел в середину. Но он вполне справился. За свои там 4-5 минут он все съел. Ну, и опять же, с турнирной точки зрения очень важно было, да, сегодня победить, чтобы, так сказать, ну, в числе 12 лучших команд закрепиться. Да, да. Да вообще важно начинать Новый год с победы. Поэтому всех парней с победой мы все молодцы. Все, спасибо. Кого ты сегодня кроме Суботина отметишь еще, нет? Суба и все-таки, наверное, очень классное возвращение Саши Бондаря. Ну, и Кирилл Ову тоже молодец. Все, спасибо большое, Максим. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.